29 июля 2015 года мы анонсировали выход нашей новой операционной системы Windows 10, которая сейчас уже установлена на более чем 350 миллионах устройств по всему миру. 2 августа мы анонсируем доступность юбилейного обновления, которое будет полностью отображать нашу концепцию Windows как сервис и будет являться крупнейшим обновлением, которое выйдет с момента выхода Windows 10 на широкий рынок. Сейчас я покажу основные функции, которые появятся с выходом нового обновления. Первое, что мы анонсировали с выходом Windows 10, это доступность такой функции как Windows Hello. Эта функция позволяет аутентифицироваться в операционной системе посредством использования биометрии. То есть это может быть лицо, это может быть отпечаток пальца или щатка глаза. Ну вот на данном устройстве у меня настроено оно таким образом, что здесь я могу аутентифицироваться при помощи своего отпечатка пальца. Давайте покажу, как это работает. По умолчанию сейчас у меня стоит вариант с паролем. Можно по умолчанию поставить, чтобы это был отпечаток пальца. Дальше мне нужно приложить отпечаток пальца. Ну и, как видите, происходит достаточно быстрая аутентификация системы. Сейчас с выходом юбилейного обновления мы анонсировали доступность такого рода аутентификации, в том числе и в приложении, даже в некоторые онлайн-сервисы. На данный момент аутентификация таким способом доступна в приложении Dropbox. Таким образом, если я зайду, допустим, в приложение Dropbox, оно сейчас у меня установлено, открываю приложение Dropbox и он предлагает мне, соответственно, провести аутентификацию, используя мой отпечаток пальца. Соответственно, логика та же самая. Я прикладываю палец и аутентифицируюсь в приложении. То есть мне не нужно запоминать различные пароли, мне не нужно хранить их где-то. Биометрия – это уникально, и она, соответственно, привязана к устройству. Таким образом, это достаточно сильно повышает надежность и безопасность работать с приложением. Следующее, что хотелось бы сказать, это, ну, в первую очередь, конечно, то, что всегда бросается в глаза – это интерфейс. В Windows 10 мы изменили саму по себе концепцию интерфейса, но в юбилейном обновлении у нас интерфейс поменялся, скажем так, немного в другую сторону. Ну, соответственно, теперь у нас параметры учетной записи, параметры системы, они немного скрыты, да, то есть мы можем их развернуть, перейти в параметры, да, но по умолчанию они немного скрыты, и большая часть рабочей области, она отдана именно в приложение. Если раньше для того, чтобы перейти в список всех приложений, нам нужно было отдельно открывать эту опцию, и мы получали доступ к списку приложений. Здесь у нас все приложения уже по умолчанию находятся в списке, вот, и, соответственно, мы можем перейти к лафовитному указателю и посмотреть, какое из приложений, да, относится к какой букве, либо мы можем перейти в недавно добавленное приложение. Давайте покажу, что изменилось снова. Вот, если, допустим, я перейду в режим планшета, так это примерно выглядело, когда у нас, соответственно, только была выпущена Windows 10, сейчас мы добавили опцию просмотра всех приложений сразу, мы можем перейти в эту опцию, и таким образом можем также посмотреть все приложения, которые у нас установлены. Точно так же, как и в предыдущем меню, у нас мы можем перейти к лафовитному указателю и перейти к какой-то букве, с которой начинается название интересующих нас приложений. Мы отсюда также можем перейти в параметры, либо мы можем, там, выключить компьютер, либо перейти к смене тип данных учетной записи. Что еще появилось нового? В первую очередь, конечно, то, о чем мы достаточно много говорим, это так называемый Windows Ink. Windows Ink — это функционал, который будет встроен в операционную систему, в первую очередь он признан к тому, чтобы, скажем так, перевести работу с пером и с операционной системой на новый уровень. Таким образом, у нас появляется с выходами билейного обновления появится так называемый Ink Workspace. Это, скажем так, ряд инструментов, которые помогают нам достаточно продуктивно работать, использовать всю мощность пера. Вот. Ну, давайте попробуем сделать какую-то заметку. Давайте попробуем написать сайт. Значит, допустим. Ну, вот, соответственно, я написал заметку, ну, достаточно корявым почерком, и при этом система понимает, да, то, что речь идет про сайт Booking.com, и заметка становится автоматически гиперссылкой. Да, и из этой заметки я могу сразу же открыть ссылку. Он мне предлагает, через какой браузер я хочу его открыть. Ну, по умолчанию у нас стоит Microsoft Edge, и, соответственно, дальше он нас переправляет на тот сайт, который мы указали в нашей заметке. Также эти заметки понимают, что в том случае, если я хочу указать номер телефона, что я пишу именно номер телефона, а не что-то другое. Ну, давайте, допустим, напишем какой-то номер телефона. Ну, да, то есть, соответственно, тоже из номера телефона генерируется гиперссылка, и, соответственно, я могу также позвонить, используя приложения Skype, либо какие-то другие приложения, которые могут работать с телефонией. Что еще появилось нового? Появилась возможность создавать так называемые списки. Допустим, если мы идем в магазин или хотим создать какой-то список задач, то мы каждую строчку списка должны начать с какого-нибудь там, с символа прочерка. И если мы, допустим, товар 2, товар 3 и так далее, соответственно, система автоматически понимает, что я создаю список, и если я перейду в эту опцию, он будет разграничивать задачи автоматически. И, соответственно, что мы можем делать с этим списком? Мы можем перетаскивать задачи между собой, их как-то комбинировать, менять. И в том случае, если мы считаем задачу уже выполненной, мы ее можем вычеркнуть, и она становится неактивной. Следующая опция, которую я бы хотел показать, это так называемый альбом. По сути, альбом из себя представляет просто некий холст, на котором можно рисовать. Соответственно, достаточно большой выбор цветов, достаточно большой выбор перьев различного размера пера. То есть мы можем выбрать любой размер, выбрать любой цвет. Давайте выберу какой-нибудь зеленый. И, соответственно, здесь можно делать какие-то заметки, что-то рисовать, делать какие-то, не знаю, комментарии. Можно что-то нарисовать, например. И если проглядеться, то есть сделаем чуть потоньше, можно посмотреть, что система автоматически распознает нажатие. Что еще у нас появилось? Ну, естественно, мы можем что-то стереть, понятное дело удалить какой-то рисунок, который мы сделали. Также у нас появилась опция, называется линейка. То есть это возможность строить параллельные линии, либо параллельные, либо прямые, в зависимости от того, что нам требуется. Значит, соответственно, давайте покажу вот так. Мы проводим параллельную линию. Значит, также мы можем проводить линии параллельно друг к другу. Для этого мы просто его так переводим. Переводим, да, можно убрать. У нас получается какая-то картина. Вот. Соответственно, все вот эти вот функциональные возможности, они будут в том числе интегрированы в офисные приложения, такие как, например, PowerPoint. И та же самая линейка будет доступна в PowerPoint, что, собственно, позволит использовать ее в создании каких-то слайдов для презентации. И, естественно, из этого приложения можно же сразу же поделиться тем, что у нас получилось через приложение. Это, опять же, все те же самые приложения. Это почта, Twitter, OneNote, Dropbox или любые другие приложения, которые позволяют обмениваться информацией. Что еще? Значит, следующий инструмент, который у нас доступен, это наброски на экране. По сути, мы переходим. Он, соответственно, автоматически делает скриншот из того, что находится на экране. И дальше у нас появляются все те же самые инструменты, что и были в предыдущем приложении. И таким образом мы можем уже на этом скриншоте делать какие-то пометки. Мы можем показывать, что мы хотим, не знаю, добавить в этот документ, какие-то делать, не знаю, что-то пометить. И таким образом мы, собственно, работаем с тем, что у нас находится на экране. Допустим, если у нас два приложения, три или еще сколько-то. И, соответственно, вместо того, чтобы писать достаточно длинные письма, объяснять, что мы хотим с точки зрения верстки сайта или с точки зрения прав какого-то документа, можно достаточно просто вызвать такое приложение и, соответственно, здесь сделать все пометки. И точно так же, как и в предыдущем примере, отправить через те приложения, которые у нас доступны, через которые мы можем поделиться информацией. Третья опция – это недавно использованные приложения, которые у нас поддерживают в той или иной степени перо. Либо мы можем перейти в рекомендуемые приложения, мы сразу перейдем в магазин, и здесь будут показаны те приложения, которые поддерживают перо. Следующее, про что хочу рассказать, это про браузер. Edge позволяет работать со страницами в таком интерактивном режиме. Давайте покажу. Значит, если, допустим, мы перейдем на мою группу, что мы можем здесь сделать с этой страницы? Мы можем зайти в режим редактирования, у нас доступны все те же самые инструменты, по сути, о которых я говорил раньше. Мы можем делать какие-то пометки на самом сайте, можем что-то выделить, сделать какое-то выделение. Понятное дело, что мы можем... Для кучи там сделаем вот так вот, мы это можем все удалить. Можем оставлять текстовые комментарии к каким-то элементам сайта. И дальше мы можем все это дело выделить и этим делом всем поделиться. И при этом мы можем проскролить практически всю страницу целиком. Автоматически это все копируется в буфер обмена, и мы можем вставить в какой-то документ либо в электронное письмо, и таким образом можно будет понять, что мы хотели этим сказать. В первую очередь, это возможность добавлять расширение. Значит, что из себя представляет расширение? Это, по сути, то же самое, что было доступно в том числе в сторонних браузерах, таких как Google Chrome, таких как Firefox. То есть это какие-то дополнительные надстройки к браузеру, которые позволяют расширить его функциональные особенности. Сейчас здесь никаких расширений не стоит, но для того, чтобы их получить, у нас теперь есть отдельный магазин, в который мы можем перейти, и в котором у нас будут все эти расширения перечислены. То есть мы можем установить расширение, допустим, автоматического перевода всего сайта на какие-то другие языки. Мы можем установить расширение, которое позволяет различными жестами мышки, упростить навигацию по сайту, либо мы можем установить расширение, которое автоматически передает что-то в OneNote, либо блокирует нежелательную рекламу. Помимо этого, у нас также изменился центр уведомлений. Ключевыми изменениями стало, в первую очередь, конечно, это более интуитивно понятное уведомление, которое, во-первых, группируется по тем приложениям, из которых мы получаем эти уведомления. То есть мы сразу же видим, во-первых, из какого приложения мы получили уведомление, и о чем это уведомление нам говорит. То есть что мы что-то скачали, что нам предлагают скачать офис, что нам говорит скайп и так далее. При этом мы, если список уведомлений становится достаточно большим, и мы понимаем, что реально нам уведомления нужны только от каких-то конкретных приложений, то мы можем просто перейти к параметрам и выключить уведомления для этой группы. Таким образом, у нас приложение Skype не будет попадать в список уведомлений, и, соответственно, все это можно настроить. Помимо этого, у нас в календарь он синхронизируется с нашей учетной записи, и, соответственно, в, скажем так, в одной вот этой рабочей области календаря мы также можем сразу видеть какие-то дела, которые у нас были запланированы на сегодня, которые были добавлены в наш календарь, в наши учетные записи. Ну вот, например, у меня на данный момент выбрана какая-то активность 27-го числа. То есть для этого мне не нужно лезть отдельно в календарь, отдельно в почту. Я это могу все видеть сразу же из одной рабочей области. Еще у нас появились новые функции в приложении фотографии. Суть их заключается в том, что, во-первых, можно делать из видео сразу же скриншот какой-то части, собственно, видео, да, либо мы можем проигрывать видео в режиме slow motion. Для этого нам нужно открыть видео в приложении, открыть с помощью приложения фотографии. Ну, соответственно, здесь ничего нового. Мы видим, что там играет видео, но если мы, допустим, перейдем... Соответственно, дальше у нас есть какие опции? Мы можем сделать фото из видеофайла. Давайте посмотрим, как это делать. Да. Соответственно, у нас переходит в... делается некий, там, капчевинг-видео, и дальше мы можем делать, там, покадрово, можем сохранить кусок, часть видео прямо в скриншот. Соответственно, попадает это у нас все вот сюда вот, да, и дальше мы можем открыть это, там, ну, не знаю, допустим, при помощи... Пэйн, да, таким образом... Вот, таким образом мы получаем скриншот прямо из видео, никаких дополнительных, там, не приложений, либо, там, дополнительных каких-то действий делать не надо. Мы продолжаем улучшать Windows благодаря введению новых функций, которые расширяют возможности устройства и делают работу с ними более персонализированной.